Вообще мета-символов достаточно много, и важно знать, какие символы являются мета-символами, просто потому что, когда в регулярном выражении встречается мета-символ, оно не воспринимается как обычный символ. Это значит, что нужно сделать что-то специальное. А время от времени нам нужно использовать мета-символ в качестве обычного символа, например, знак вопроса. Допустим, мы бы хотели найти вхождение вопроса, который бы заканчивался на слово English, в нашей строке Do you speak English? Когда мы запустим с вами данный код, мы убедимся в том, что much на самом деле не содержит в себе вопросительный знак. Все дело в том, что вопросительный знак является мета-символом в регулярном выражении. Поэтому, если мы просто хотим найти символ вопросительного знака, мы должны этот символ экранировать с помощью обратного слэша. Давайте это сделаем. Собственно, перед вопросительным знаком в нашем регулярном выражении поставим обратный слэш, запустим данный код, убедимся в том, что вопросительный знак попал в наш match. И так будет с каждым мета-символом. В том числе мы должны экранировать и обратный слэш. Здесь приведен основной список мета-символов, которые мы будем использовать, и в процессе данного урока мы узнаем, что делает каждый из них. Сначала мы будем также разговаривать про множество символов. Может, вы заметили, что в моем примере уже используется немножко другая аннотация. На самом деле, кроме того, что мы можем перечислить символы А, Б и С, внутри квадратных скобок для того, чтобы сдать множество символов, которые подходят, мы на самом деле можем указать тот диапазон, в который нам подходят символы. Например, здесь я указал символы от А до Д, поэтому если я в данном коде также еще добавлю строку А, Д, С, то оно тоже подойдет под данный шаблон. Тогда, например, для того, чтобы перечислить все буквы английского алфавита, мы можем использовать следующую запись. Перечислить сначала все маленькие буквы, затем все большие буквы латинского алфавита. И тогда под наше регулярное выражение подойдет любая вторая буква. То есть мы можем указать А, З, С, А, Б, С заглавное. И запустить его и убедиться в том, что в действительности все данные подстроки подошли под наше регулярное выражение. Также внутри нашего множества символов мы можем использовать символ циркумфлекс или, говоря по-простому, крышечка, для того, чтобы описать те множества символов, которые нам на самом деле не подходят. Таким образом, если здесь внутри мы укажем этот символ, то мы на самом деле говорим, что нам не подходят буквы от А до З, и от А, Д, З, Большое. Тогда если мы все-таки проставим какие-нибудь здесь символы внутри нашей строки, которые не являются буквами, то только их мы на самом деле и найдем. Так как некоторые группы символов используются в регулярных выражениях достаточно часто, то для них уже существует короткая запись. Переведем некоторые из них. Например, если вы используете backslash D, то это эквивалентно записи вот такой, то есть вы имеете в виду, что здесь будет цифра. Если же вы используете большую D, то вы имеете в виду, что здесь будет что угодно, но не цифра. Если вы используете backslash S, то вы, вероятно, ищите пробельные символы. Вы сможете найти здесь сам пробел, знак табуляции, знак переноса строки, знак переноса каретки, и даже такие редкие вещи, как перенос страницы и вертикальную табуляцию. По аналогии вы можете использовать S для того, чтобы найти все символы, кроме данных указанных. Также вы можете использовать backslash W для того, чтобы находить цифры буквенной последовательности плюс нижнее подчеркивание, и V для того, чтобы не находить их. Таким образом, если внутри данной последовательности я бы подумал, что меня устраивают цифры буквы и даже нижнее подчеркивание, я бы скорее написал просто вот так вот, и на самом деле все это дело нашел. Не нашел бы я, допустим, точку и знак минуса. А вот что самое интересное. Если бы я подумал, что, допустим, точка меня, в общем-то, устраивает, я мог бы совместить данные вещи внутри метасимвола квадратной скобки. Я бы мог указать и backslash W для того, чтобы найти все заданные последовательности, которые состоят из цифр и букв, и также я мог бы указать точку. Каким образом, когда бы я запустил данный код, я бы нашел последовательность A.C. И последний метасимвол, который мы рассматриваем в данном уроке, это метасимвол точки. Любой символ, который мы переносим со строки, будет подходить под точку. То есть если бы здесь мы использовали просто точку, в нашем регулярном выражении, мы бы на самом деле нашли все вхождения, которые начинаются на A, заканчиваются на C, и между ними один какой-нибудь символ. Таким образом, мы используем квадратные скобки, когда хотим указать то множество символов, которые подходят под данный шаблон. Более того, некоторые множества символов заранее определены, например, BackslashD определяет нам множество всех цифр, и мы можем использовать более короткую версию. Также эту более короткую версию мы можем использовать внутри квадратных скобок, чтобы дополнить то множество, которое нам нужно.